Последние годы я работаю в неправительственной организации и занимаюсь вопросами обучения. Мы как раз говорили о том, как это важно. И вот уже у меня осталось буквально 15-20 минут, чтобы выступить со своей презентацией. Я хочу рассказать о вызовах, с которыми мы сталкиваемся, но в частности хочу рассказать о том, как лучше сотрудничать по региону и в Центральной Азии, в Европейском регионе, потому что только с помощью сотрудничества мы сможем бороться с проблемами. Итак, что у нас есть? У нас есть международные игроки. Это азиатские и европейские институты, институты исследовательские. Я надеюсь, что вы узнаете их, многие из них, надеюсь, еще появятся в будущем. Есть Всемирная Организация Здравоохранения, есть Восточные Азиатские, Азиатско-Тихоокеанские офисы, которые как раз отвечают за страны, расположенные в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо этого, можно сказать, что две трети населения мира проживают именно в этом регионе. Конечно, есть Европа. Если мы присоединим к себе еще и Европу, то у нас будет еще больше географический охват. Мы говорим о разных типах рака, говорим о разных международных организациях, таких как ВОЗ, например. Они концентрируются не только на вопросах борьбы с раком, но и инфекционных заболеваниях и так далее. Так что у нас на самом деле есть помощь Международной Организации Здравоохранения, есть международные институты по профилактике и борьбе рака. У нас есть разные организации в Азиатском регионе. Это своеобразные хабы. Один хаб находится в Мумбаи. Я не знаю, согласятся ли они с тем, что вы только что сказали по поводу эффективности разных регистров. Например, в Индии очень хороший реестр онкологических заболеваний. И вообще это одна из стран, которые являются лидерами в этом вопросе. В любом случае, есть другие международные организации, активность которых ограничена возможностью финансирования. У них не хватает персонала. В любом случае, мы открыты для сотрудничества. Помимо этого, у нас есть Международная Атомная Организация, которая пытается более эффективно работать и развивать радиолучевую терапию. Но сейчас занимается и вопросами профилактики рака. И UICC, я знаю, что вы в курсе этой организации. Это международная организация, которая занимается вопросами борьбы с раком, но не занимается профилактикой, больше занимается консультационными услугами. И помимо этого, у нас есть Азиатская Тихоокеатская Организация или Федерация. И каждый год мы встречаемся на встрече в ACP. В любом случае, вот здесь на слайде вы можете увидеть, она написана. Итак, у нас есть разные международные организации, которые были основаны 15-16 лет назад. Мы сотрудничаем с EARC и другими организациями для того, чтобы предоставить большие возможности для подготовки персонала в разных регионах. Помимо этого, есть организация EAI. Это Европейско-Азиатский институт исследования и эпидемиологии рака. Помимо этого, мы пытаемся развить свое сотрудничество и с ними. И не знаю, как многие ли из вас были в этой организации, и EAC. У них очень хорошие программы. Я рекомендую принять участие. Они проводят исследовательскую деятельность. Они изучают заболеваемость раком и также занимаются вопросами профилактики рака во всем мире. Но, как я уже сказала, у них ограниченные финансовые ресурсы. Мы занимаемся сотрудничеством с регистрами онкологических заболеваний по всему миру. И хотим создать особую сеть в Азии. Здесь вы можете на слайде увидеть страны, где проживает очень большое количество людей. Это Япония, Корея, Индия, Китай. Сейчас, видите, в Китае появилось еще больше таких точечек. Это регистры. Это один из наших основных проектов. Мы стремимся развить международную исследовательскую деятельность. И я надеюсь, что мы будем более тесно сотрудничать, получим больше данных. Ведь это вопросы, с которыми мы все сталкиваемся в разных странах. Это программа контроля раковых заболеваний. Мы сотрудничаем с реестрами онкологических заболеваний, предоставляем данные по скринингу и так далее. Помимо этого, у нас есть региональные офисы Всемирной организации здравоохранения. Но сейчас не буду уделять им особое внимание, потому что они занимаются не только вопросами рака. ВОЗ обладает центрами коллаборации по вопросам рака в Азии. Один из них, который реально работает, это тот, который располагается в Мумбаи. А все остальные офисы – это просто престиж. Они просто существуют, они в списке есть, но на самом деле ничего не делают. И вообще я часто говорю об организации ВОЗ. Я всегда говорю, вам нужно реализовать свою деятельность в реальной плоскости. Но в любом случае ВОЗ есть. ВОЗ – это огромная организация, и у них есть своя повестка дня. Дальше – UICC. У нее очень много членов, но они, опять же, не концентрируются на какой-то конкретном регионе. Они больше занимаются консультативными услугами и услугами, которые предоставляют больным. В любом случае, они не особо нам помогают. Итак, что мы сделали? Мы проводили очень много встреч, саммитов, познакомились с многими людьми. У нас более 4 тысячи членов. Мы опубликовали где-то 3 тысячи-4 тысячи исследовательских работ. У нас есть офис в Азии, и сейчас мы конкретно концентрируемся на вопросе рака, исследовательской деятельности и контроле онкологических заболеваний. Сейчас из-за того, что проблемы с экономикой, наша активность сокращается. Поэтому помните, что я сейчас уже говорю не об организации UICC, а об европейской организации, которая будет следовать таким же правилам. У нас поступает финансирование из разных регионов. Мы готовы сотрудничать с другими неправительственными организациями, если они проявляют к этому интерес. Но самое главное, мы обмениваемся информацией, мы проводим саммиты, у нас есть книги, мы проводим курсы по повышению квалификации, пытаемся сделать так, чтобы у людей была возможность проводить исследовательскую деятельность, публиковать свои работы, обмениваемся информацией. И, конечно, наши возможности и ресурсы тоже ограничены, поэтому, к сожалению, мы не можем сделать все, что очень хотелось бы. В любом случае, мы надеемся на то, что мы сможем сделать больше, потому что, видите, здесь мы разработали вот такую книжку. Она была переведена на несколько языков для того, чтобы ее можно было публиковать. В разных странах мы надеемся, что люди смогут узнать больше о нашем опыте и вынести из него уроки. Здесь есть материалы по проведению обучения, и мы опубликовали ее на английском языке, планируем перевести на русский, на китайский, я думаю, что на все другие языки, для тех стран, где эта книга нужна. Помимо этого, у нас есть научные журналы, посвященные вопросам рака, у нас есть агитационно-просветительская деятельность. Два основных журнала – это, скажем так, официальные журналы. Если вы посмотрите, то здесь вы увидите, что они публикуются и в Турции, и в Арабских Эмиратах, в Иране, в Центральном Пакистане, Индии. К сожалению, во многих азиатских странах этот журнал вообще не представлены наши документы, потому что они, в принципе, не принимают документы из неразвитых стран. Это все связано с политикой. Здесь, видите, есть документы из Китая, из Кореи, из Японии, но есть страны, по которым вообще нет никаких публикаций, к сожалению. Поэтому мы уделяем особое внимание тому, чтобы предоставлять людям возможности из неразвитых стран публиковать свои исследовательские работы. Ведь это очень важно, потому что если мы публикуемся только в каком-то, например, русском журнале, то мы не можем использовать эти данные. А если в международном журнале публикуемся, то мы можем дать импульс для дальнейшей работы на правительственном уровне и развивать новые программы по борьбе с раком и профилактике рака. Итак, пытаюсь как можно быстрее рассказать свою презентацию. Сегодня я очень рад, что мы собрались все вместе. Очень здорово, что мы можем обсуждать возможность создания Европейско-Азиатского института. Не хочу занимать слишком много вашего времени. И мы, конечно, хотим использовать имеющийся опыт. И APOCP, здесь представлена фотография, люди из Японии, из других азиатских стран, из совершенно разных регионов. И мы действительно надеемся, что в будущем у нас будет Европейско-Азиатский институт. И тогда мы сможем проводить конференции не только в Таиланде, но и в других регионах. Надеюсь, что у нас будет больше участников. Люди будут приезжать на конференции. Надеюсь, что мы сможем продвигаться и работать дальше, проводить дальнейшие исследования, публиковать материалы. И вы совершенно правильно сказали, нужно уделять большое внимание развитию образовательных программ. Нужно тренировать людей, задействованных в сфере здравоохранения, потому что это важно для реализации программ скрининга, например, во всех регионах. Большое спасибо за время, за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте прямо сейчас. Большое спасибо. Так, побегу туда за стол, вернусь. Сейчас надену только наушники, подождите. Если можно, задам мне вопрос. Паспорт. Да, паспорт. А, окей. Знаете, я потрясена сегодняшней сессией. Здесь в зале сидят такие энтузиасты. То, что вы делаете, это просто уму непостижимо. Это настолько колоссальная работа. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. И вот колоссальное удовольствие получили от сегодняшней сессии. Ваш интеллект, ваши знания, ваша работоспособность и ваш профессионализм, они просто потрясают. Спасибо вам огромное. И приезжайте к нам еще раз. Сколько вам нужно заплатить за такие комплименты? Поскольку я российский патриот и инициатор нескольких евразийских программ, так, допустим, евразийский фонд для поддержки борьбы с раком, онкологический фонд. Я считаю, что очень важно иметь людей, которые хорошо, прекрасно понимают, что они говорят. И вот я представляю, что это такие люди, как вы, как коллеги из Казахстана. Об этом все сейчас говорили. Но у нас есть еще и юридические моменты. Как бы невозможно ввести иностранное лицо в состав директоров некоммерческой организации, если они не проживают законно в стране. Но вот я, у меня есть разрешение на жительство в России, поэтому я вхожу в состав совета директоров неправительственной организации. Я слышала, что в Киргизстане ситуация проще. К чему я это говорю? Если мы объединим усилия и коллективно выйдем на уровень правительства, можно сделать подвижку на этом уровне. Вот так же, как мы начинали евразийские программы в 2000 году. Все началось с личного уровня. Господин Нурбек на самом деле уже участвовал в работе Центрального азиатского института. И совсем недавно Антон Бачук присоединился. И мы думали, что будем работать через человеческие связи и контакты. То есть пока это еще не длительная история, но мы хотим работать в этой парадигме. Вот, допустим, Киргизстан единственная страна, которая, может быть, за исключением Швейцарии, которая позволяет не жителям страны входить в состав совета директоров, на самом деле даже не обязательно проживать. То есть даже президент некоммерческой организации может жить за пределами страны. Но вот в других странах есть сложности, которые пока с трудом преодолеваются, но это не является абсолютным блоком на пути. Вот этот институт, о котором мы говорим, он будет заниматься только вопросами эпидеологии или какие-то другие моменты будете. Допустим, трансляционные будете делать исследования, хотя бы базовые. Но сначала это вообще будет виртуальный институт. То есть мы большую часть планов своих будем реализировать в смысле обучающих программ. Не по эпидемиологии, но в том числе и по клинической эпидемиологии. Потому что большинство из участвующих здесь в этом заинтересованы. И может нам удается привлечь фармацевтическую отрасль, которая бы нас поддерживала. У них тоже есть интерес в эпидемиологической клинической науке. У нас есть проекты, которые поддерживали фармацевтические компании. Допустим, один из докторантов из Грузии получил возможность, он экономист, знакомиться с системой Австралии за счет фармацевтического финансирования. Мы хотим такую модель у себя внедрить, поскольку есть все необходимые знания. Все, кто активно занимается борьбой с Ираком, входят в состав нашей организации. То есть, но есть большие ограничения в виде деятельности, потому что фонды и средства могут получать только юридические лица. Я правильно вас понял? Это будет виртуальная организация. Ну, может быть, в Киргизстане откроем офис, просто офис. Но мы пока еще не говорим наверняка. Раз там будет офис, то, наверное, надо как-то его использовать. Нурбек, наверное, хочет что-то сказать. Он добавит. Есть онкологический институт в Алма-Ате. И есть другие онкологические институты, где мы можем воспользоваться ими как площадкой. В Таиланде есть. Я базируюсь там достаточно часто. Где мы можем проводить, собственно, обучающие программы. Нам еще нужен, наверное, офис координировать кооперацию. Если получим финансирование, то тогда мы уже юридически сможем законно получать и финансирование, и подавать заявки на гранты для ведения нашей деятельности. И мы надеемся, что эта деятельность несет свою лепту в борьбу с Ираком. Нурбек, может, что-то вы хотите сказать? Времени две. Вообще идея создания, конечно, это создание некого моста между Азией и Европой и использование лучшей практики. Естественно, нацелена в первую очередь на научно-образовательную деятельность, поскольку практика, жизнь показывают, что уровень подготовки, он далек от этого. И вы сами сегодня презентовали, пытались экстраполировать некоторые данные. Естественно, пока не будет единого подхода, это будет сложно. Наши попытки, которые продвигались с нашими коллегами, с ней и Петрова, и уже второй год я благодарен за понимание и о перспективах, исторических перспективах, когда говорили, что проводилось более 26 или 25 проектов в Азии. Это все интересно. Вот сейчас, в настоящий момент, сложность была в том, что мы хотели создать общественный фонд. Но я хотел при этом привлечь, понимаете, как учредителей иностранных партнеров. Но можно упростить в настоящий момент и создать общественное объединение, просто вовлекая физические лица. При этом сейчас не надо обязательно ждать отклика от Азии, Пасифик региона или европейской части. Достаточно собраться максимально заинтересованных лиц, допустим, это будет пусть 5, 6, 7 стран предоставлять. И ежегодно при присоединении и желании войти в состав учредителей, это очень просто. Подается обновленный список учредителей, чтобы была какая-то юридическая, ну понимаете, да, я о чем говорю, чтобы была заинтересованность не просто членства, а именно как учредители. Это очень просто делается. Можно раз в два года обновлять состав учредителей, административные ресурсы передавать каждые 4 года. То есть не перетягивать одеяло, потому что сейчас говорить без фонда, как такого, да, материально-технической базы, это сложно говорить. Если будут появляться эти, они, всегда возникают будут и эти вопросы. Поэтому я предлагаю, скорее, делился и все-таки поставить точку в создании Евразийского института изучения рака. И в моем последнем письме я получил только отклик от центрально-азиатских стран. Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан, соответственно, они готовы войти в Евразийский институт изучения рака. Уважаемый доктор Мур, я надеюсь, что и наши коллеги с Азиэм-Пасифик Организейшн Концент Превеншал, они готовы войти, потому что рано или поздно вопросы встают юридической легализации, легального статуса этой организации. Это будет мощная организация, которая в перспективе будет решать постепенно и рекомендации, пересмотр различных стандартов. Но это все постепенно, шаг за шагом. Спасибо за внимание.